Иду я, девочки, в ДНС. Хочу посмотреть колонки на пять. Она говорит, давай поспорим. Ну, я такая сказала, ну, давай поспорим. И так идет распаковочка, да. Настя у нас сейчас распаковочку ведет, да. Ну-ка, давай расскажи, что ты видишь. Вот, здесь мало того, что два динамика, и я выбирала с учетом недочетов тех, которые у меня в тех колонках есть. Что ж, хорошо, когда с утра встаешь и начинаешь что-то делать уже. Когда уже есть, что делать. Давай, Настя, как будто бы я Марина, а ты, как ты будешь поздравлять? Я хочу услышать, что ты ей скажешь. Ну-ка, давай. О, какое утро прекрасное, красивое, правда? Шесть часов утра, девочки, ну не удержалась я, решила снять вам рассвет. А сама я не сплю уже. С трех часов ночи монтирую видео, уже дело к концу движется. Ну что, девочки, я вот это вот утром смонтировала видео, позавтракала, прилегла, уснула, поспала. Да спала. Вот так вот бывает, знаете, среди ночи проснешься, вроде и спать больше не хочется. Потом что-то поделаешь, раз под утро уже хочется спать. Ну, в общем, поспала, полежала, фильм посмотрела, детективчик, голова что-то побаливает. Ну, может быть, это после прививки. Кстати, температуру мерила. Сегодня 36,9, вчера 36,9. Вот начинается головная боль, вот такая вот. Но там есть предупреждение, что может быть невысокая, маленькая температурка, и немножко, может быть, недомогание, там слабость сидела. Так что, может быть, еще из-за этого тоже меня в сон полнит. Так, ну, а так-то в целом все нормально, самочувствие прекрасно. На улице сегодня, девочки, жара. 26 градусов, посмотрела по прогнозу. Следующая неделя тоже будет вся теплая. В районе 25 градусов температура дневная. Так что, ну, соседка выходила, говорит, в платье нормально, не замерзла, иду. Ну, рукав тут короткий. Ну, в кофте точно я запарюсь. Если я запарилась вчера, было попрохладнее, сегодня еще жарче. Так что я, в общем-то, сейчас топаю в детский садик за Настей. За Настенькой. Вы ее любите. Вот. И что? Я чуть-чуть пораньше выхожу из дома. Хочу заскочить еще в один магазинчик. В общем, пойдемте вместе прогуляемся по воздуху. Ой, девочки, на улице так тепло, классно. В общем, я правильно сделала, что делала платьечко. Иначе бы я запарилась. Ну, люди в основном раздетые, но некоторые в кофтах утром прохладно. Люди выходят одетыми. Да. А сейчас прям классно. На солнце аж даже жарко. Я сейчас по тенистой олеечке, по своей любимой, решила пройтись. Иду я, девочки, в ДНС. Хочу посмотреть колонки. Опять. Полгода назад, наверное, я покупала колоночки маленькие такие для компьютера. И вот что-то там, кнопочка включения-выключения, что-то барахлит. Но я покупала маленькие, дешевенькие. Не из-за того, что дешевенькие, из-за того, что маленькие. Ну, вот они оказались плохого качества. Не знаю. Сейчас хочу пойти посмотреть. Может быть, даже пускай будут чуть-чуть побольше. Ну, по крайней мере, хотя бы. Пусть дороже, неважно. Хотелось бы, чтобы они просто работали долго и не барахлили мне, не подводили меня. Вот. Мне как раз по пути всадят. И я думаю, заодно зайду. Сейчас посмотрю. Может, куплю. Если что-то там будет, выбор нормальный. Может, не куплю, но в любом случае, хотя бы посмотрю. Ой, как классно. Хорошо, если такая погода еще неделю продержится. Это будет просто классненько. Здоровско вообще. Вот. Так что идемте наслаждаться. погодой, прогулочным шагом. Всем привет! Я опять с вами встретилась, наконец. Мы сегодня с моим Егором поспорили. Сейчас я шла из садика обидная, потому что когда мы стояли возле нашей лестницы, Егор говорил всегда тебя второй заберут, тебя второй заберут. Я говорю, откуда ты знаешь, если ты не такой уже взрослый, как Ольга Юрьевна. И потом он говорит, у него сразу идея в голове. Ты хочешь, что ли, он говорит, давай поспорим. Ну я такая сказала, ну давай поспорим. Давай тогда вот так. Кого второго заберут, тот проиграл, а кого последнего заберут, тот выиграл. Меня второй забрали, он остался в садике. Я проиграла. В другой раз выиграешь, ничего страшного. Вообще лучше не скурить. А то так вот раз и проспоришь. Да. Ну, хотя-то мы тоже с кем-нибудь там спорим и кто мы выигрываем. То есть я выигрываю. А иногда у нас такие планы, то есть мои планы. Когда мы спорим, например, например, мы спорим, кто первый добежит, да, вот у нас там такая горочка, кто первый добежит от песочницы до горки, тот будет сам выбирать, какую мы игру будем играть. Один раз мы там в тренировку начали играть, добежали до горки и начали играть. То есть мы играли в игру, тренировку. Раз, два. А теперь мы каждое утро, когда нам уже пора строиться, мы делаем зарядку. Сначала у нас часики. А сегодня, как вы поняли, сначала часики, потом пличики мы возьми на, и, а сегодня было очень, потому что меня чуть-чуть пораньше забрали. То есть, ну, не бабушка чуть-чуть пораньше забрала, а меня забрали на английский. И я говорила, хэ, хэ, шау, не жентас, не жентас. Эм, ну, всякие. И еще мы смотрели мультик Язычок. И там он спал, проснулся, потом подул ветер. Во! 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 И капельки застучали по его домику. И капельки постучали по его домику. Но я не помню, как они застучали. Ну, как-то по-английски. По-по-по-по-по-по-по-по-по. Вы английский там учите, да? И я выучила песенку английскую, да? Да. Ну, сейчас мы приходим домой. Я сейчас помню и расскажу вам все. Там светерочек лежит, который мы с тобой вместе выбирали. Помнишь? Да. В интернет-магазине в Голубинке. Да. Надо будет тебе его померить. И вот. И сейчас мы идем домой. Я сегодня, кстати, на тренировку не иду, а завтра суббота. И меня и приедет моя бабушка Люба. Правда. И потом она меня отведет на тренировку, на хореографию, а в воскресенье меня отведет опять бабушка на акробатику. И потом она со мной побудет и в понедельник канала уедет рано-рано утром. Замечательно. Какая бабушка у тебя замечательная? А вы знаете, почему она два дня у нас пробывает, а потом уже уезжает? Потому что она в садик, она в садике работает, ей надо рано-рано, рано-рано уезжать в садик, но чтобы она не опоздала. А то там дети все быстрее прибегут, а воспитательницы нету, она будет там долго ехать, а дети будут ждать, а потом уйдут, она придет на работу, а там никого нет. Ты все рассказала, прям все рассказала. Все. Все? Сэм, привет, привет! Ну все. Всех люблю и все. Мы открываем мой светеород. Вот так идет распаковочка. И так идет распаковочка, да. Настя у нас сейчас распаковочку ведет, да. Ну-ка давай расскажи, что ты видишь. О, я вижу такую красивенькую карточку. О, Ланечка какая красивая. Ты можешь ее как-то описать? Описать? Описать. Как она выглядит? Она, ну, она красивенькая, ну, кажется, что не жаркая, потому что тут такая штучка, ну, прямо она не жаркая. Не жаркая, так. Капюшона нету. Да, капюшона нету. Но зато гляньте, какие тут красивые. Может, кто-то зацепится за меня и идти. Ну, такие модненькие, как вставочки. Так, ну, давай, одевай уже, посмотрим. Можно я навешиваю? Давай. Можно. А, надо же снять бирочку. Давай снимем сейчас. Ну, вообще, мы покупали с тобой, выбирали под голубые джинсы, но сейчас ты в брючках другого цвета. ничего, нам просто сейчас надо посмотреть, как она на тебе сидит. Во всяком случае, мы с тобой сейчас берем все на 7 лет, на 122 сантиметра это твой рост. Вот. Она чуть длинновата. Немножечко можешь ее наверх подтянуть, но рукава нормальные по длине. ой, ну что ты, это чуть-чуть по-твоему? Ой, ты, Матрена, да, повернись-ка. Давай, ой, в ображулькина. Так, ну, ровненько, Настя. Да, нормальный свитерок, нормальный. Пусть он чуть-чуть будет тебе на вырост, чем впритык. А то ты растешь у нас быстро, и все. Как раз с голубым джинсиком будет хорошо. Все, жарко у меня, раздеваться можешь. Вот, девочки, купила я вот такие вот колоночки. Ну, вот, коробка так выглядит. Но эти колонки подороже, чем те, что я брала в прошлый раз. Так, эту этикеточку оставим пока. Вот, здесь мало того, что два динамика, и я выбирала с учетом недочетов тех, которые у меня в тех колонках есть, чтобы включалась не кнопочка, как у меня на прошлых, а вот так, вот поворотом, предыдущие у меня были, вот эта вот штука, она работала хорошо. И вот эти вот штыки, чтобы здесь не были совсем тоненькие проводочки, вот это я учла, то, что у меня барахлит, ну, барахлило в предыдущих колонках. А вот эти вот колоночки, вот они, я их покупала где-то полгода назад, и вот эта кнопка включения-выключения, она, вот она то срабатывает, то не срабатывает, вот она раз и отключилась. Вот это слабо горит, это звука нет. Вот, я нажала, а она еле горит, это звук не включился. Приходится по 10, по 20 раз вот так, вот, сейчас уже загорелось, заработало. Приходится вот так вот тыкать по нескольку раз, чтобы заработало. Меня это уже бесит, все, решила поменять. Во, включила я колонки, они тут даже светятся разными цветами, прямо светомузыка, можно сказать. Прикольно, прикольно, прикольно. Сейчас включу на звук. Ну, а что, нормальный звук, прикольно, все, классно. Две колонки работают. Мне нравится, однако, девочки. Включили мы, девочки, полнометражный мультфильм, 80 минут идет, как он называется, Айнбо, сердце Амазонии. 6 плюс, 21 год. А Настюшка у нас уминает фрукты, да? Что ты там, персик уже съела, на этот, виноградик кушает. Сейчас я блинчики с творогом разогрею, покушаешь со сметанкой. Всем доброе раннее утро, мои дорогие девочки. Вчера Настюля с вами не попрощалась, потому что вчера Наташа пришла уже, когда за ней, пришла она раньше, чем мы ожидали, она не предупредила и выложила нам новость, что бабушка приехать сегодня не сможет, вторая бабушка с Ваха. Там по работе, в общем, какие-то обстоятельства, ей нужно там остаться было и Настя, конечно, огорчилась, в общем, она с вами поэтому не попрощалась. Вот, сегодня Настя будет целый день со мной, сегодня тренировка у нее, а вечером мы поедем с ней, куда? Сегодня день рождения у моей сестры, ура, мы сегодня едем к ней на день рождения. Сегодня многие работают, хоть и суббота, но работает и сын, невестка, и, в общем, племянница, многие работают, гости, поэтому она будет собираться сегодня всех вечером, сама именинница сегодня работает, но она будет отмечать не дома, в кафе, поэтому еду там она закажет, наверное, скорее всего, готовить некогда, но сам факт просто собраться с семьей, пообщаться, повеселиться, в общем, увидеться, это все будет прекрасно. Ну, а я поеду с Настей, там уже передам ее в руки родителям. Вот такие планы у нас на сегодня. Проснулась я опять ни свет, ни заря, проснулась в 4 часа, в общем, лежала-лежала, но уже поняла, что я проснулась. Ну, 5 с половиной часов поспала, в общем-то, это тоже уже неплохо, хотя днем мне сегодня поспать никто не даст. Сегодня сын перед работой мне ее привезет, и, в общем, она будет уже у меня. Поэтому я встала и решила, что надо с утра уже начинать что-то делать. Во-первых, я почти неделю уже ничего не готовила, существенного такого, потому что я, ну, утром кашка, днем у меня там какой-то кусочек мяса, я вчера сделала себе грудку на пару, вернее, сварила, я хотела на пару, я просто сварила ее, поела вареную с овощами. Помидорчики, огурчики, в общем, они мне уже поднадоели малость, конечно. Я сегодня хочу потушить капусту, сосисечки там у меня есть, добавлю чуть-чуть, немножечко. Ну, для Насти сделаю картошечку, сварю, наверное, котлетки еще пожарю, у меня есть котлетки хорошие, такие вот, замороженные. Вот, ну, в общем, надо подготовить еду, чтобы она была уже готовая, и сегодня вот с Настей будем целый день заниматься, чем не знаю, чем не будет, передумывать надо будет. Ну, еще же я хочу голову помыть, по крайней мере, в общем, порядок себе привести, быть, быть в параде. Не знаю, что одену еще, вообще. Ой, ну, сковороду вот я уже приготовила, сейчас немножко еще посижу, кофе попью и начну уже бурную деятельность разводить вместе с вами, девочки мои. В общем, сегодня целый день у нас будет съемка. Вчера с детского садика выходим с Настей, она мне говорит, ну, ты, наверное, сегодня снимать не собираешься ничего, такая, знаете, намек такой. Я говорю, почему не собираешься? Ты хочешь, чтобы я тебя сняла? Конечно, хочу. Ну, вот я включила камеру, вот она всю дорогу безумолку рассказывает, рассказывает, рассказывает вам. раз вам это нравится, смотреть, слушать Настю, значит, я ее снимаю, поэтому. Вот, так что сегодня Насте будет, я думаю, достаточно для вас тоже. Ну, а сейчас у меня кофеечек поутру, просыпаюсь, вид из окна пока не снимаю, там на улице еще темно, я уже так вот бодренько-бодренько, в общем, стараюсь уже взбодриться, и сейчас начну резать капусту, буду делать уже еду, готовить. Ну, и по случаю сейчас, пока нет никакой суеты, хочу поздравить свою сестричку с днем рождения, сегодня ее день рождения, поздравляю, моя дорогая Мариночка, тебе с днем рождения, я знаю, что ты смотришь мои влоги, и что, желаю тебе исполнения твоих желаний, чтобы все у тебя было хорошо, все мечты, чтобы сбывались, самое главное, здоровье, чтобы было, ну, хорошее настроение, конечно же, и все, что ты захочешь, чтобы у тебя все исполнилось, люблю тебя, целую. А вот, собственно говоря, и рассвет, вот уже рассвет у нас появляется, прекрасно, на улице 16 градусов, не холодно, с открытой форточкой спала, и тишина, классно, уже солнышко поднимается, видно. Так, я уже нарезала лучок, немножко, сейчас я его обжарю чуть-чуть, на постном масле, тут я картошечку почистила, но я ее сварю попозже, чтобы Настя свежую поела, я уже туда, к обеду, она приедет ко мне уже с завтраком, позавтракавшей, так, ну и начинаю резать капусту, с утра пораньше я уже готовлю, это же хорошо, когда с утра встаешь и начинаешь что-то делать уже, когда уже есть что делать, никто не мешает, на цыпочках ходить не надо, это классно, я это люблю, так, ну все, сейчас по-быстренькому я ее покрусаю, ну вот и все, девочки, я уже не стала подробности снимать, как я капусту эту жарю, уже я вам показывала не раз, но кто не знает, капусту я сначала обжариваю, сначала лучок обжарила, чуть-чуть, потом капусту кинула, я ее обжариваю, чтобы она чуть-чуть подрумянилась, вот на этот раз я добавила томат, томатную пасту, столовую ложку, но не разбавляла водой, просто добавила здесь, чтобы не было тут лишней жидкости вообще, и все, потом посолила, чуть-чуть перчик, лавровый лист, и уже вот в конце, можно сказать, почти капуста готова, закидываю я сосиски, можно колбаску, можно даже мясо какое-нибудь, кому что нравится, ну, с колбасой нравится нам, и все, это очень вкусная капуста получается, кто не пробовал, попробуйте, а кто пробовал, те уже написали, что понравилось, все, теперь уже на слабом огне, все это готовилось на сильном огне, нужно только помешивать, чтобы не подгорало, сейчас убавила я просто мощность, закрой крышкой, чуть-чуть она протушится, и все, готово, включила Настя фильм в поисках капитана Гранта, да, так называется, еще нет восьми, но Настюля не очень-то заинтересовал этот фильм, да, Настя сидит, рисует, молодец, Настя, поздоровайся с подписчиками, всем привет, все, все остальное будет после, да, и мы вам покажем, как у нас проходит день рождения тети Марии, да, бабушка, давай уже скорее на тренировку пойдем, все, я уже оделась, бежим, бежим, девочки, пока Настя на тренировке, я зашла в магнит, можно тут прогуляться, есть что-нибудь, купить, не купила, то и что у вас не может быть. Взяла Насте булочки, не подумайте, что себе, бананчики взяла, сок, себе вот йогурт натуральный, а Насте взяла йогурт клубничный, взяла скумбрию в маринаде, и вот это вот что-то решила взять попробовать, такая вот креветка, в общем, просто интересно попробовать надо, обязательно, ну, с Настей может попробуем, в общем-то, какую-то еще вкусняшку я взяла, конфеточку там, а вот эту вот, скитлс, надо же ребенка порадовать чем-то, да, девочки, сегодня прекрасная погода, вообще даже жарко, я одела просто платьичко, то же самое, что и вчера, и в общем гуляю, пока половина тренировки уже прошло, еще осталась половина, по магазинам прошлась, купила того-сего по мелочи, и вот я смотрю, через дорогу, долина цветов, я не видела этот магазин, там, наверное, может быть, цветы продают, а ну-ка, схожу-ка я туда, посмотрю, может, цветы как раз сестре куплю на день рождения, все, девочки, зашла я в долину цветов, купила там сестрички розочки, у нее день рождения 11-го числа, но поэтому я взяла 11, вот такие вот они свеженькие, симпатичные, ленточку розовенькую, ну, дорогие, елки-палки, 770 рублей стоят, посмотрите, ну, для сестры не жалко, красивенькие, да, мне нравятся, я хочу, чтобы Настя их подарила, Насте, наверное, приятно будет понравиться подарить цветочки, вот, я ей скажу, что она будет дарить их, она обрадуется, ой, ну, что там, наши девочки делают, занимаются, уже осталось минут 15 до конца тренировки, ну, я жду, сижу, подожду раздевалки, хорошо все-таки, что здесь цветы рядом я купила, не нужно будет заранее из дома выходить, куда-то за цветами ехать, ну, возле дома там один ларечек, там не очень цветочки, а здесь вот свеженькие, хорошенькие купила, я рада, так что мы с Настей сейчас домой, полдник у нас будет после тренировки, ну, потом перекусим перед днем рождения и поедем, я думаю, на такси сядем, да и поедем, вот, так что такие дела. кстати говоря, девочки, перед тренировкой мы включили танцы, вот это новые танцы на ТНТ, включили как раз второй выпуск с Настей, а она засмотрелась, загляделась, говорит, ой, как красиво они танцуют, ничего себе, как, я говорю, ну, вот они просто годами учатся, долго учатся, и потом, если захочешь, тоже так научишься, и будешь тоже так танцевать. Девочки, ну что, мы пришли с тренировки с Настей, перекусили, полдник Настя, скушала булочку, йогурт, я переоделась, жарко, невозможно, волосы собрала, в общем, мы сейчас идем забирать заказик Фаберлик, сегодня я его снимать не буду, ну, а может быть, завтра с утра как раз таки и сниму, вот, там кое-какие новиночки интересные, надо будет протестить, я хочу протестить, кое-что новое, даже для похудения себе там заказала, так что вот так, вот. Всем привет! Привет, привет! В общем, мы идем с Настей прогулочным шагом, можно сказать, прогуливаемся, потихонечку пройдемся, заказик заберем, потом придем дома еще побудем какое-то время и уже дело к вечеру, поедем на день рождения к сестре. Девочки, мы еще зашли в ларечек, там, где у нас фрукты, овощи продают, и там всякие орешки разные, купила я грецких орешек, ну так, побольше, миндаль тоже взяла, полезно кушать орешки, и взяла Натюшке и себе еще виноград вот такой, меня таким угощали, очень вкусненький, вот так. В общем, девочки, думала, красится, не красится, но решила, раз уж мы в кафе будем отмечать, все нарядные придут, думаю, ладно уже, в общем, вечер потерплю я в косметике, давно не красилась уже, честно говоря, но такой, сделала небольшой макияж, в общем, вроде бы ничего, приоделась, сейчас Настя снимет меня, я покажу вам, как я оделась. Вот такая вот я сегодня, девочки, как вам мой прикид, Настя, тебе нравится? Да. Как бабушка выглядит? Современно, стильно, да? Модно? Белая сумочка у меня еще, на улице жарко, я решила легко одеться, ну, кофточку с собой взяла, в лизочку. И кроссовки белые, и джинни, или это штаники? Это бриджи. Бриджи, все беленькое, только маечка, самое главное. Она не должна быть беленькая, все не должно быть прям беленькая. Маечка, вот она немножко такая голубенькая. Я тебе нравлюсь, Настя? Да. Класс. По-моему, хорошо. Так, а теперь мы снимем Настю. Настя у нас тоже на стиле, у нее бриджики красивые, кстати, очень хороший костюмчик, это вот Васильке, то, что я заказывала, вот, розовенькая блузочка, и у нее кроссовочки тоже там с розовеньким, в общем, классно, классно. Да. Ну, все, скоро выходим, скоро выходим. Красотки. Давай, Настя, как будто бы я Марина, как ты будешь поздравлять? Я хочу услышать, что ты ей скажешь. Ну-ка, давай. Я желаю тебе, чтобы все-все сбывалось. Я тебя поздравляю с днем рождения, чтобы все было хорошо, чтобы ты была красивой, и все-все тебя любили. Самое главное, чтобы ты не болела. Спасибо. Молодец. Субтитры сделал DimaTorzok